Планетарий с самого начала был задуман как учреждение дополнительного образования. Что это значит? Это значит, что школьники города Новосибирска могут приезжать сюда на экскурсии, прослушивать лекции по астрономии совершенно бесплатно. Но не только это. Конечно же, безусловно, для нас очень важна роль планетария в системе дополнительного образования города Новосибирска. Уникальное по-своему учреждение, даже в разрезе того, что оно одно единственное образовательное учреждение, муниципальное. Основное количество планетариев, которые у нас на территории нашей страны находятся, они все-таки коммерческие. На сегодняшний день в рамках муниципального задания мы принимаем в учебный год более 40 тысяч школьников. Мы предоставляем возможность для разных возрастных категорий выбрать тему, выбрать профиль урока и приехать к нам абсолютно бесплатно. На сегодня у нас 22 педагогических работника реализуют 32 программы дополнительного образования по четырем направленностям. Естественно-научная, техническая, социально-педагогическая и художественная. Основной упор мы делаем на естественно-научную направленность, и она востребована, что в общем-то радует. Этим мы гордимся. Востребована техническая направленность, художественная. В этом году мы открыли много новых программ. Это ракета моделирования, школа бортпроводников, интересный мир профессий, интересная программа для детей дошкольного возраста. Мультиплан пользуется спросом, где ребята сами могут создавать мультфильмы научного характера. Началось все с Сергея Юрьевича, когда мы познакомились, и я нахально достаточно сказала, что вот в планетарии обязательно бы надо студию мультипликации, здесь все предпосылки для этого. Он радостно согласился, ну и после этого все случилось. Почему студия? Потому что здесь достаточно много оборудования, которое в общем достаточно взрослое, достаточно профессиональное. И поэтому кружком это благородное дело не назовешь. А здесь именно студия, в которой дети совершенно тесно общаются с камерой, с мультстанком, и с компьютером, и с диктофонами и так далее. Вы знаете, когда мы говорим о погружении детей в дальнейшую профессиональную деятельность, очень важно, еще находясь в стенах школы, изучая общеобразовательные предметы, понимать, как они будут работать дальше. В каких науках, в каких, может быть, производствах будет применение тех или иных знаний. И я думаю, планетарий дает очень многое для того, чтобы дети могли это понимать. Объединение авиамоделирования, оно было основано согласно концепции планетария, то есть это научно-техническое направление и популяризация авиации и космонавтики отечественной. Занятия проводятся с ребятишками разного возраста. Идут занятия и обучение от простого к сложному, то есть начинают с самых простейших моделей и заканчивают уже серьезными моделями, радиоуправляемыми, кордовыми моделями, те, которые участвуют обязательно в соревнованиях. То есть наибольшие, так сказать, акценты я делаю именно на модели, которые летают, чтобы ребятишки могли реально почувствовать, что это такой полет. А для того, чтобы сделать летающую модель, надо очень много знаний. И теоретические знания, и практические навыки, и, так сказать, творческая смекалка. То, что необходимо им в дальнейшей жизни. В планетарии я хожу уже около пяти лет. А саму астрономию я уже изучаю давно, с маленького возраста. Ну, о кружках планетарии я узнала, когда мне только отец сказал, и сразу пошла, как они только сразу открылись, как открылась сразу практическая астрономия. В группе практической астрономии, в объединении практической астрономии, здесь мы всегда стараемся от слова практическая астрономия делать упор на практику. То есть без реферативных каких-то работ стараемся делать акценты на исследовательские, практические работы. Ну, занятия мне в целом дали очень много, потому что я, когда пришла заниматься, не знала об астрономии вообще ничего, я была полным нулем. А благодаря занятиям я получила практические навыки в наблюдении, в обработке фотографий, также получила много теоретических знаний. Также благодаря Андрею Юрьевичу я поняла, куда хочу поступить, и что мне дали занятия с ним, стимул пойти в вуз, связанный вот с астрономией. А идеи по жизни, благодаря занятиям я поняла, что на жизни могут быть трудности, которые нужно преодолевать, и если я буду стараться и работать, то все трудности можно преодолеть. Думаю, что если бы я не ходила на занятия, я бы так и не получила этот урок. Он очень важен. Здесь мы занимаемся любительской астрономией. Я всегда говорю, что я не делаю акцент на какую-то подготовку к вузу по данной направленности. Я всегда детям говорю, вы можете учиться, заниматься, работать в любой области, которая вам нравится. В любой области. Но астрономия – это ваше хобби. Относитесь к этому так. Не делайте пока из этого всю свою карьеру. Ну, это достаточно сложно, во-первых. А во-вторых, ну, если человек захочет, ребенок захочет, он добьется. Такие дети есть. И вот очень приятные моменты, конечно, тогда, когда дети преодолевают себя. Это непросто. Но они это делают и потом еще и благодарят. Конечно, случаев очень много, которые меня поразили как преподавателя. Но, конечно, хотелось бы сказать о позитивных моментах. Очень приятно, когда ребята у меня были такие из детского дома со сложной, так сказать, своей историей, которые действительно очень сложно, так сказать, адаптировались в обществе. И очень приятно, что спустя много лет, встречая их, видя, что они обрели какую-то семью, некоторые, значит, учатся. Ну, у меня, наверное, таких два момента. У меня был и есть мальчик, он уже хоть третий год. Он приходил сначала, вот, и вот просто сидел. Он не баловался. Это замечательный ребенок, ну, вот, за все занятие точку поставил в середине листочек. И хорошо. Ну, я маме уже говорю, ну, может быть, там как-то мне очень нравится. Он говорит, нет, ему очень нравится. Он ходил, никогда не пропускал, все замечательно. На второй год он у меня стал что-то делать. И для меня, и пусть он там, и снимать ему не особо нравилось, но там, когда он у меня на второй год что-то нарисовал, для меня это был вот там действительно, вот, прямо круто. Это был такой прогресс. А когда он на третий год взял целую сцену и снял, я сказала, да, мы это сделали. Что мне нравится в детях? Ну, в общем, то же, что и во взрослых, потому что дети отличаются от взрослых только тем, что они меньше устают, что они гораздо живее, что они очень интересно мыслят, что многие вещи вокруг них им кажутся необычными. И это делает эти вещи очень ценными. То есть они иногда с удивлением смотрят, допустим, на небо, на тучи, на какие-то планеты. Для них это все пока еще непознанные предметы. Сделать так, чтобы вот ребенок, приходя к нам сюда, получал то пространство, в котором ему будет радостно, в котором ему будет счастливо, в котором ему будет счастливо, в котором он сможет рассказать о том, что его там волнует, тревожит, печалит то, чем наполнена его жизнь. Вот создать такое пространство – это задача педагогов, которые работают. И мне кажется, нам удается это сделать. Подходы к детям мне удается находить, слушая их. То есть я их слушаю, они что-то рассказывают. Я даю им возможность высказаться, чтобы их лучше понять. Потому что они могут что-то сказать неправильно, а смысл их будет правильным. И это нужно услышать. Я уточняю всегда, ты это имела в виду, да, это, ну, надо и так говорить, ну и так далее. То есть очень важно их слышать. И я думаю, что миссия вот именно в педагогической деятельности среди детей – это показать то, что ты можешь стать, ты можешь стать каким-то необычным человеком, заниматься деятельностью, которая тебе будет приносить каждый день радость. И помимо этого, что еще эта деятельность будет полезна для всех остальных жителей этой планеты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!